Доброе утро, дорогие друзья! Шалом! Шалом! Всем шалом! Доброе утро! Надеюсь, все уже успели помолиться, позаниматься спортом, поучиться, позавтракать, поработать. И 10 утра это уже середина дня, если кто встает в 5 утра, уже 5 часов они прожили с утра, да? Ботер Тов и Яков Шатанин. Те, кто в 6 утра встают, уже 4 часа на ногах. А те, кто живут в Казахстане, у них уже вообще плюс 5, 3 часа дня, у них уже почти целый день прошел. Хорошо. Значит, сегодня мы изучаем, продолжаем изучать Мишли, 14 глава. Вот как раз идут из Милана, да? Кто в Милане, с пробежки идет. Все, в Милане уже жизнь вошла, я думаю, в свои рамки. Рахель, шалом! Так, все. Всем шалом! Доброе утро! И мы сегодня изучаем очень важный вообще такой отрывок. Вот многие люди, которые не знают, как жизнь работает, они на этом, то, что мы сегодня изучим, очень сильно погорели. Значит, а те, кто знают, как жизнь работает, да, или узнали, тем будет очень легко. Смотрите, как работает. Значит, мы остановились на том, что... Ну, в 19-й отрывок он глобально нам дает, что в итоге добрые люди побеждают, но иногда это добрые люди побеждают, это будет уже, когда божественная мудрость полностью проявится, мир исправится, и тогда действительно все станет ясно, что добро побеждает зло. Пока мы живем в мире, который называется мир лжи. Мир лжи, вот этот мир называется, он такой мир лжи, мир иллюзий. Мне очень нравится в Куэлити, в Экклезиасте, Бог сказал, что он создал этот мир, вот это эвелевелим, да, эвелевелим это суета-сует, для того, чтобы ля-анод бне-адам. Ля-анод, это слово ля-анод, это отвечать. Чтобы мы могли, как игра такая, чтобы мы могли, пройдя свой жизненный путь, присоединиться к Богу. Но еще слово ля-анод, кроме как отвечать, оно имеет смысл иной, это страдание. То есть мы живем в мире страданий, то есть этот мир, он, в общем, глобально, если посмотреть труд, работа, потом, значит, труд, работа, вот болезни есть какие-то, потом старость, потом смерть, как-то все, если глобально посмотреть, много очень страданий. Но Бог говорит, послушайте, этот мир, это как коридор, вы не должны его рассматривать как конечную цель. Это коридор, это уровень игры, как кто играет в компьютерные игры, вот все понятно, все очень так четенько, точно все как в компьютерной игре. Проходишь уровень и переходишь на следующий уровень. В итоге 19-й отрывок мы вчера закончили. Злодеи, в конце концов, преклонятся перед добрыми. И злодеи будут стоять возле ворот праведника. Добро побеждает зло. Хорошо. Теперь 20-й отрывок. 20-й отрывок нам открывает некую такую психологическую закономерность, которая, которая, вот, имеет очень много в жизни последствий. Вот, интересно, да? Пишет царь Соломон 3000 лет назад, потому что он был пророк, потому что он получил это знание от Бога. Гамлеры Эу и Сане Раш. В Оавей Ашир Рабим. Значит, переводится это так. И ближнему своему, ближнего своего ненавидит бедный. И ближнего своего ненавидит бедный. И много любящих у богатого. Для того, чтобы разобраться в этой психологической закономерности, нужно понимать, что определение Торы, кто такой бедный, кто такой богатый, отличается от других определений. Значит, в какой-то стране богатый это тот, у кого есть тысяча долларов. В какой-то стране богатый тот, у кого есть миллион долларов. В какой-то стране богатый тот, у кого есть сто миллионов долларов. То есть, это везде разные определения. Определение Торы, оно такое, что богатый это тот, у кого есть избыток, кому всего хватает, у него есть избыток, независимо от того, сколько у него есть денег. Ашир богатый это тот, кто счастлив своему уделу, тот, у кого есть избыток. Бедный, независимо от того, сколько у него есть денег, это тот, кому не хватает. То есть бедность это не количественный показатель, а это показатель достаточности или недостаточности. Теперь нам в 20 отрывке царь Соломон сообщает такую закономерность, что Гамли, Реу и Санэ Раш, даже ближнему своему ненавистен бедный. То есть тот, кому не хватает, он все время находится в конкуренции с окружением для того, чтобы у окружения забрать то, чего ему не хватает. Теперь, значит, и много любящих у богатого. То есть человек богатый тот, у кого есть избыток, он легко делится, он хочет давать, у него же есть больше, чем ему надо. И он, главное определение Торы, богатый это тот, кто счастлив своему уделу, он который доволен, вот он прям вау, у меня все есть, он доволен. И к нему все тянутся, потому что все хотят получить позитив, поддержку, деньги, подарки и так далее. Теперь я это очень люблю переводить все на современный язык, на язык цифр, действительно ли это так. Я погуглил чуть-чуть и прямо нашел, вот будет потом в комментарии статья, что есть четкая закономерность уровень преступности с уровнем бедности в стране. То есть чем выше уровень бедности, тем выше уровень преступности. Чем ниже уровень бедности, тем ниже уровень преступности. Это очень интересно, что когда у человека не хватает, 50% убийств в России совершаются людьми, у которых нет работы, ну, которым реально не хватает. И они живут вот за чертой бедности и 50% убийств совершаются этими людьми, представьте. Теперь, это закономерность, так оно работает, так оно устроено, что человек, которому не хватает, он ненавидит всех, человек, у которого есть избыток, он всех любит. Это понятно. Теперь, ну, есть следующий отрывок, 21, он нам дает следующий, как бы, механизм, как это работает в жизни. Базли Реу Хоте, нам говорит следующий отрывок, 21, что пренебрегающий ближним своим, он грешник. У механен, аним, ановим, ановим это скромных, аниих это бедных. Тот, кто милосердный к бедным и к скромным, он ашраф, он будет счастлив. Получается очень интересная такая вещь. Если человек бедный, он всех ненавидит, то он в этот момент становится грешником. То есть, это очень понятно. Есть очень хорошая песня, там, такой, певец Слепаков. Вот он поет, как из маршрутки, смотрит на женщину в Лексусе, и он, как бы, говорит, что ее ненавидят все, все, кто сидят в маршрутке. Но тот, который ненавидит богатых, он же сам богатым никогда не станет. Тот, кто ненавидит тех, которые, например, бедные, то он тоже внутри, он носит ненависть. Это мы изучали уже раньше, что человек, который, помните, мы изучали, это был отрывок. Вот. Царапаем я сейвел, это 17-й был отрывок. Тот, кто вспыльчивый, он делает грех сразу. А тот, кто злоумышленник, он носит ненависть в себе. То есть, получается, что тот, который ненавидит ближнего своего, он внутри носит ненависть. И эта ненависть, она прежде всего отравляет его самого. Понятно, да? То есть, ненависть, она его самого внутри отравляет. Поэтому, получается, очень интересная такая закономерность. Значит, когда у человека не хватает, он начинает ненавидеть ближнего. Это естественный у него процесс. Если он этот процесс не останавливает, то он внутри создает ту реальность, которая его же самого уничтожает. Которая вызывает грех. А за грех Бог его, нельзя сказать, что наказывает. Но есть последствия у каждого действия, у каждого слова и у каждой мысли, есть просто закономерное последствие. Грех, он не является... нет наказания за грех. Есть последствия. То есть, пальцы в розетку, ударила током. Это не наказание, это последствия. Понятно, да, идея? Теперь, если родители предупреждают и говорят ребенку, если ты засунешь пальцы в розетку или вообще подойдешь к розетке, я тебя накажу. Это, с одной стороны, это наказание, но, с другой стороны, это спасение для того, чтобы его не убило током. То есть, и если он приблизился к розетке, и родители его наказывают, да, то можно ли это назвать наказанием? Нет. Они его предупредили. Подойдешь к розетке, я тебя накажу, но это наказание, выражение любви к ребенку для того, чтобы спасти его от смерти в розетке. То же самое делает Бог. Он нам сообщил, он предупреждает, говорит, ребята, люди... В первую очередь, он обращался к еврейскому народу, то есть, это был народ священников, он дал Тору. 40 лет был тренинг, 40 лет в пустыне, только изучали Тору, чтобы это понять, запомнить, впитать в себя, применить, это же огромная система. И он говорит евреям, вы народ священников, вы должны это соблюдать, и тогда все народы мира увидят, как вы это соблюдаете, увидят, какие святые законы у Бога, и тоже начнут все это соблюдать. То есть, 40 лет, и взял Бог еврейский народ из самого рабства, из самого низа. Он говорит, ну, у вас вариантов-то нету. То есть, вы или в рабстве в Египте все умрете, или вы становитесь рабами для Бога, и только занимаетесь служением Богу. Да, 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 сказали евреи. На Асевы Нишма сделаем, потом разберемся, что делать. Приняли Тору, и сейчас стараются очень сильно, сейчас есть очень много, которые учатся в Ешивах целый день. Тора, она бесконечная, то есть, это как, это как весь, все мироздание. Еще раз, еще раз, давайте вернемся к сегодняшним отрывкам. Значит, 20-й отрывок, естественный закон, даже ближнего, бедный, то есть, тот, кому не хватает, тот, кто себя поставил, а не хватает, это вопрос. Не хватает, это чисто психологическое решение человека, потому что, а кто сказал, что тебе положено больше, чем у тебя есть. То есть, как только человек себя загоняет в разрыв, мне не хватает, в этот момент он себя делает бедным, в этот момент, когда он бедный, он ненавидит ближнего. Когда он ненавидит ближнего, говорит нам 21-й отрывок, презирающий ближнего своего, грешит, то есть, он себе создает внутри реальность, за которую ему не положено ничего, то есть, он создает реальность, в которой он не может вылезти из этого недостатка. Написано дальше, милосердный же к бедным, тот счастлив, то есть, тут наоборот, тот, который, тут, как бы, такая игра слов, то есть, счастливый человек, тот, у которого есть избыток, он, естественно, что он и так счастлив, то есть, богатый, это тот, кто счастлив своему делу, благодарный, счастливый, он говорит, да у меня есть больше, чем мне надо, у меня есть больше, чем мне положено, то есть, это вообще круто, что у меня все это есть. Он, естественно, счастлив. И, значит, если он хорошо относится к окружающим, то он еще больше счастлив. То есть, была песня такая «Если счастлив ты, счастьем поделись с другим». Мы желаем счастья вам. Помните, была песня такая «Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно приходит в дом». И там в конце были слова «Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». А как получается, интересно? Получается, что люди, которые быстро зарабатывают деньги. Вот в современном мире я много наблюдал такую ситуацию, когда люди очень быстро или в бывшем Советском Союзе между заработал, украл, вымутил и так далее. Очень размытые сейчас границы, потому что за последние 20, ну почти 30 лет уже прошло, с тех пор, как распался Советский Союз, то, в общем-то, как большие деньги часто были заработаны. Вот как сейчас, да, часто пишут, там, полковник ФСБ, там, 3 миллиарда наличными у него в квартире, да. Он что, он заработал это? Он получил. Но когда он получил 3 миллиарда, эти 3 миллиарда расползлись очень сильно. Ну, представьте, 3 миллиарда рублей наличными в квартире лежит, да. Понятное дело, что они расходятся очень легко. Но тут весь вопрос, почему кто-то остается богатым, да, из тех, которые получили эти деньги, а кто-то, как Березовский, например, да, он и деньги потерял, и, значит, и рано умер. А Абрамович тот же, он и с деньгами, и живой, и так далее. Весь вопрос отношения к людям. Вот то количество добра, то количество принятия, которое есть у человека, когда он заработал деньги, оно во многом определяет, или у него эти деньги останутся, или нет. Потому что тот, кто заработал деньги, и он остается человеком спокойным, скромным, не выделывается, любит, ну, ко всем относится с уважением, вежливый, культурный, то он создает ту реальность, о которой мы видим вот в 21-м отрывке. Царь Соломон сказал, милосердный, то есть, амехонен аниим и ановим, он будет счастлив. То есть, если человек, имея деньги, начинает заниматься благотворительностью, и остается человеком, то он создает предпосылки, при которых ему Бог эти деньги оставляет и увеличивает. Если же он становится презирающий ближнего своего, то он грешник, и Бог у него может эти деньги забрать. Все, это 21-м отрывок. 22-й отрывок, очень тоже интересный. Он нам дает вообще такую новую схему. Это вообще, как бы, он нас уводит в сторону от предыдущих двух. И говорит нам царь Соломон, он говорит, свернуть с пути, это в тишине замышляющее зло, и будет милосердие и истина, для замышляющих добро. Тут интересная вещь, что человек, он как живет? Он живет в мире, в своем внутреннем мире. То есть, есть как бы у человека два мира. Есть мир внешний и есть мир внутренний. И мне недавно, это очень была интересная такая, я слышал идею, да, это психологическая идея, что человек, он живет на границе двух миров. Мир внутренний и мир внешний. И как ему неизвестно, что будет во внешнем мире, то есть, непонятно, как другие люди себя поведут, какие будут обстоятельства, тут коронавирус, тут какие-то там карантины, законы и так далее, то человек не знает, что к нему придет из внешнего мира. Но точно так же человек не знает, что к нему придет из мира внутреннего, потому что если человек понаблюдает за тем, какие к нему приходят идеи, настроение, смена каких-то ракурсов, смена желаний, выборы и так далее, то он не знает, что к нему изнутри его придет через минуту, какое желание, какое настроение, какое решение. И человек, он как бы находится на перекрестке между внешним миром, который непредсказуемый, внутренний мир, который тоже непредсказуемый. Ему все время надо каким-то образом петлять между этими двумя мирами и принимать решение, как поступить. Потому что вот эти все влияния на него, они абсолютно для него непредсказуемые. Теперь есть такое понятие, как вот то, что здесь нам говорит во 22-м отрывке царь Соломон, что есть хоршейра и хоршейтов. Хоршей это слово как замышляющее, как раскапывающее. Есть такие люди, которые долго внутри заумышляют, что-то они выдумывают, вот они что-то планируют, какая-то у них есть долгий такой процесс вынашивания каких-то идей. Теперь главное различие в этом мире между людьми, это ты вообще в какую сторону идешь. Или у тебя глобальная цель, это добро, но добро не по твоей, меняющейся вот этой внутренней системе координат, а добро объективное, то, что Бог назвал добром. Или зло, которое Бог назвал злом. Вот это два полюса. Теперь есть замышляющее добро, которое внутри долго и тихо, в тишине они замышляют что-то такое длинное доброе. Есть, которые внутри замышляют длинное злое. Теперь говорит нам царь Салмон, что те, которые замышляют злое, они свернут с пути. Те, которые замышляют доброе, у них будет милосердие и истина. Значит, здесь скрыта интересная такая штука. Есть люди, вот я, например, да, я не замышляю, я все время сразу говорю. Есть идея, я ее сразу выпускаю во внешний мир, для того, чтобы увидеть реакцию внешнего мира на эту идею, потому что внешний мир это Всевышний, жена это Эзер Кенекдо, помощник против меня, да. И я все время, вот у меня появилась идея, я не могу замышлять долго внутри. Я ее сразу вытаскиваю наружу. Теперь говорит царь Салмон, злодеи, они от того, что они внутри замышляют свою идею, они проигрывают. Потому что если бы они ее выпустили наружу, то тогда сразу бы появилось бы им сигнал какой-то, что-то ты не то делаешь, кто-то бы им сказал, ты не то делаешь. То есть его бы на, еще на этапе планирования преступления, его бы уже остановили, и он бы преступления не сделал. Потому что большинство людей, делающих преступления, они надеются, что вот они сделают преступление, и будут они свободны. Но когда они уже сделали преступление, их садят. А если бы они на уровне замышления сказали, им бы вокруг любой практически человек нормальный сказал, не делай, посадят, не делай, посадят. Теперь добрый человек, наоборот, если он рассказывает свою идею, то тогда его начинают хвалить. Молодец, хорошая идея, классно ты замыслил вот эту штуку. И в этом случае добрый человек, он проигрывает. Почему? Потому что он начинает получать славу, признание, какое-то уважение за свои добрые идеи, и он проигрывает. Поэтому там у нас дальше будет, как быть с идеями, там есть еще, есть много нюансов в этом. Но покаместь, это просто такая тоже психологическая, психологическая жизненная, жизненная правила. Что замышляющее зло, он проиграет, а замышляющее добро, он получит в любом случае, хэсэ твэймэд, истинную милосердие. Но лучше добро замышлять, то есть не брать оплату за добро признанием и славой. Поэтому меня вообще хвалить не надо. Я считаю, что я все-таки делаю добро, я эти уроки провожу специально, чтобы нести знания о боди людям, но меня хвалить не надо, то есть давайте это будем в тишине делать. Все, дорогие друзья, удачи вам и успехов, хорошего дня всем, кто соблюдает шаббат или думает соблюдать шаббат, шалом, и это очень важно, это знак союза с Богом. Учить Тору нужно, соблюдать заповеди нужно, и в этом смысл жизни. Все, удачи, успехов, всем шаббат, шалом, хорошего дня.